Открывая заседание, председатель облсполкома Юрий Шулейко отметил, патриотическое воспитание сегодня охватывает не только молодежь, но и все без исключения категории населения. Сегодня всем нам важно сохранить историческую память и воспитать подрастающие поколения на исторической правде. И в этом направлении, да и во многих других сферах работы с молодежью, в регионе делается многое. В Лунигинском районе отработаны конкретные меры по организации работы с публических отрядов. В Лунигинском определены реализации проекта по здоровому образу жизни. В Ивановиче с участием председателя обсуждено о горении в создании в городе спортивного туристического класса. На такой предметный подход должны быть нацелены все остальные регионы. Впервые в каждом районе области созданы банки данных социально активной молодежи. Всего более 1400 человек. К концу года будет проанализирована степень вовлечения их в работу. Но есть и проблемные вопросы. Брестская область не в передовиках по созданию студенческих отрядов. Мало мест предлагается для работы молодых людей в период летних каникул. Также отмечено, что пока не выполняется решение из полкома по формированию кадровой молодежной вертикали в организациях свыше тысячи человек. Ставится задача, чтобы в каждое был определен сотрудник, в чьи обязанности входит работа с молодежью. Сегодня тот день, когда много молодежи подобрать за руки. То есть брать инициативу на себя, потому что мы сегодня ею управляем. Пытаться. Если не управлять, то почувствовать, о чем они сегодня думают. Одним из локомотивов проведения молодежной политики в Беларуси выступает Берсе. Областная организация сегодня насчитывает более 47 тысяч человек. В прошлом году ее ряды пополнили почти 11 тысяч молодых людей. В летний каникулярный период традиционная работа будет продолжена в рамках посещения летних оздоровительных лагерей, чтобы в сентябре молодые люди, которые исполнили 14 лет, могли пополнить две организации. Продолжим работу по увеличению численности первичных организаций работающей молодежи и созданию новых первичных организаций. До конца года ставим перед собой задачу выйти на уровень менее 25% от общего количества молодежи, проживающих в регионе. Также отмечало, что молодежные организации Берсе должны быть созданы в каждом коллективе. Вторым вопросом повестки заседания стала подготовка объектов к летнему оздоровительному сезону и мест массового отдыха на водоемах. Фактически с 1 мая в области будет открыт купальный сезон. В регионе утверждены 102 зоны отдыха с правом купания. Дополнительно утверждено по одному новому месту для купания в Березовском и Ларисском районе и в Котичи, в Брестском районе. Два пляжа. В трех районах произошло уменьшение места отдыха населения. Это в Ивановском районе, в Ивановском районе, в Ивановском районе, в связи с заименствами труда и в Ляшковском районе. Еще до начала купального сезона жертвами воды в области стали 16 тысяч человек. Двое из них несовершеннолетние. Поэтому один из важнейших вопросов – принять все меры, чтобы отдых людей был безопасных. Также председатель облсполкома Юрий Шулейко акцентировал внимание на подготовку летних оздоровительных лагерей. Здесь тоже есть проблемные и узкие места, когда мест для отдыха в некоторых районах не хватает. Но работа в этом направлении ведется. Вот что вы готовы сдали, это лагерь на 100 мест. Следующие участки уже таки начали с работы. Это программа была на 2 года. Там получится лагерь. Сейчас мы в городе в Бресте корпус стоим на 30 сетей. Также на заседании рассмотрели вопросы на ведение порядка на земле и благоустройство территорий. Факты бесхозяйственности представил в своем докладе председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Глава области пообещал, что с фактами бесхозяйственности будут бороться уже не убеждением, а рублем. Юрий Печер, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брист.